СМАРТ ПЛЮС Если вы покупали смартфон, но планируете, советую вам покупать сразу глобальную версию. Это вам здорово упростить жизнь, и вам не придется его прошивать. Достали и пользуйтесь. Тем более он уже доступен из Китая. Ссылки на проверенных продавцов и лучшие цены будут в описании. Ну и еще вы можете воспользоваться кэшбэк, чтобы немножко сэкономить. Тоже смотрите в описании. Итак, поехали. Вот вы купили телефон в запечатанной из завода коробке, а там англо-китайская версия прошивки. Разумеется, если это не глобальная версия смартфона. Конечно же вы хотите установить глобалку, но не все так просто. В первое время вам придется попользоваться телефоном с английским интерфейсом. Все же лучше, чем с китайским. Если вы уже пользовались Xiaomi, то вам будет все интуитивно понятно. Первое, что нужно сделать для полноценного пользования, установить Google сервисы, чтобы вы могли без проблем скачать что-то из маркета. Ну хотя бы нормальную клавиатуру с нужными вам языками. Переходим по первой ссылке под видео на сайт 4PDA и качаем оттуда Google инсталлер. Для того, чтобы скачать, нужно быть зарегистрированным. Далее закидываем в память телефона из компьютера, устанавливаем и пользуемся. Далее вам понадобится разблокировать загрузчик. Даже не пытайтесь прошить телефон, если загрузчик заблокирован. Рискуете получить кирпич. Для этого перейдите по ссылке номер 2 на сайт mioi.com. Там перейдите на вкладку Unlock. Потом нажимаем на единственную кнопку Unlock. В окне, которое появилось, вводим свои данные mi-аккаунта. Если нет учетной записи, нужно создать. Далее мы попадаем на страницу с формой заполнения, где вводим свои данные. В последней графе пишем. Разблокируйте мне загрузчик для установки глобальной прошивки. Писать нужно на английском. В этом вам поможет Google переводчик. Далее ставим галочку и жмем зеленую кнопку. На указанный номер телефона перейдет SMS с кодом. Вводим его в графу и жмем зеленую кнопку. Все, заявка подана. Далее следует подождать обработки запроса. Время обработки запроса может длиться до 10 дней. О том, что запрос обработан и у вас есть возможность продолжения процедуры, вы будете проинформированы посредством SMS-сообщения. Но мне SMS не приходило. На следующий день я попробовал продолжить и у меня все получилось. Теперь заходим в настройки телефона и выбираем My Device. Потом All Specs. И тапаем по MIUI Version несколько раз, чтобы получить права разработчика. После этого возвращаемся в меню настроек и выбираем Additional Settings. Там выбираем меню Developer Options. Переключаем флажок OEM Unlock. Потом заходим в меню Mi Unlock Status. Там жмем одну единственную кнопку. Если выкидает ошибку 1308, тогда устанавливаем программу Plex VPN и выбираем China и коннектимся. Возвращаемся в Mi Unlock Status и опять пробуем сделать привязку. Если не получилось с первого раза, выбираем в Plex VPN дальше по списку China, пока не получится привязать аккаунт. На компьютере запускаем Mi Unlock и вводим данные аккаунта. Потом выключаем телефон и зажимаем качельку громкости вниз и кнопку питания вместе. И переходим в режим Fast Boot. Нужно успеть за 30 секунд, пока Fast Boot включен. И жмем кнопку Unlock. После того, как дойдет до 100%, ваш загрузчик будет разблокирован. Но скорее всего программа предложит вам подождать 360 часов. Спустя 15 дней повторите процедуру с Mi Unlock. Да-да, вот такие пироги и новые приколы от Xiaomi. Нужно подождать. Ну вот, допустим, прошло 15 дней и вы вернулись досмотреть. Продолжим. По истечении 15 дней мы скачиваем и устанавливаем на компьютер Mi Flash по ссылке номер 3. И качаем и устанавливаем соответствующие драйвера по ссылке номер 4. Далее скачиваем официальную глобалку по ссылке номер 5 для Redmi 5. Распаковываем прошивку в корень диска C. Далее переводим телефон в режим Fast Boot, зажав кнопку громкость вниз и питание. Держать до появления изображения зайца. Подключаем телефон к кабелям к компьютеру. Далее входим в Mi Flash, нажимаем кнопку Select и нужно выбрать папку с прошивкой. И теперь внимание, важный момент. Снизу ставим галочку Clean All, а не Clean All Unlock. Иначе после прошивки телефон не запустится, а будет циклически перезагружаться. А чтобы вылечить, придется разбирать телефон и замыкать тест-поинты. Далее жмем Refresh, чтобы телефон отобразился в программе. После чего жмем Flash для начала прошивки. После успешного окончания прошивки вы увидите в программе в поле статус Flash Done. Телефон перезагрузится и начнется настройка прошивки на протяжении 10-15 минут. Вот и все. У вас глобальная прошивка. Пользуемся и радуемся. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам помогло данное видео. Подписывайтесь на канал и не забывайте о лайках. Кстати, мы открыли канал в Telegram, где будем публиковать лучшие цены на смартфоны, да и не только. Ну и наши новые видео. Ссылка внизу. Милости просим. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok